Денис, мне надо померять диаметр. Можешь принести штангенциркуль для сверхточных измерений? Хорошо. Держи! Давай чуть-чуть меньше, для супер сверхточных. Чуть-чуть, чуть-чуть. Хорошо. Ну всяко лучше, чем было. Ровно 24. Всем привет! Мы Zeta Group. Сегодня мы будем продолжать тему инструмента, которую мы затронули в предыдущем видео. А если вы не смотрели наше предыдущее видео, настоятельно рекомендую посмотреть ссылочку под этим роликом. Сегодня мы будем общаться про мерительный инструмент, который мы пользуемся в процессе изготовления наших деталей. У нас существует целый ящик мерительного инструмента. Давайте же его будем обозревать. Ящик непростой, поскольку в нем сидит наш заведующий производ... Че это цей звук? Цей звук означает, что мы працюем. Ящик. Здесь сидит наш заведующий производством и по совместительству технолог Максим. И он расскажет нам детальнее про наш мерительный инструмент. Давайте же к нему постучимся. Приветствую, дамы и господа. Меня зовут Максим. Я инженер на предприятии Zeta Group. Сегодня мы с вами поговорим на тему мерительного инструмента. Мерительный инструмент делится на несколько типов. Это нониусный, самый простой, самый надежный. Второй тип – это аналоговый. Он чуть посложнее, но также надежен. И третий вид – это цифровой. Мерительный инструмент разделяют по универсальности. Существует универсальный мерительный инструмент, который подходит для большинства случаев. И специализированный мерительный инструмент, который изготавливается под конкретные задачи. Идеальным примером специализированного мерительного инструмента служат калибры. Калибры пробки, калибры скобы. Самым простым и самым надежным выбором является нониусный штангенциркуль. Преимуществом такого вида штангенциркуля можно отнести неприхотливость, также относительно низкая цена. Вторым видом у нас является циферблатный штангенциркуль. Преимуществом этот довольно-таки точный мерительный инструмент, он неприхотлив, но боится падений. Третьим видом штангенциркулей являются цифровые штангенциркули. Преимуществу такого штангенциркуля можно отнести простоту в освоении, но ко всему этому у него есть ряд недостатков. Такие как боязнь влаги, боязнь падений, также цена. Следующим видом штангенциркулятора, который я хотел бы вам показать, является штангензубиномер. Подходит для замера зубчатых колес и венцов цепных передач. Также я хотел вам показать универсальный мерительный инструмент для замера углов. Это угломер. У него есть такая вот шкала полукруглая и хомутик для замерения угла. Если у меня спросят, с чем можно сравнить жизнь, я скажу со штангенциркуля. А почему? У кого-то длинная, у кого-то короткая, а кто-то пользоваться не умеет. Следующим видом микрометрического инструмента, который я хотел бы вам показать, это микрометрический глубиномер. Принцип действия такой же, как и у обычных микрометров, но он позволяет замерять глубину отверстий. Сейчас я вам расскажу за наборы концовых мер длины. Концевые меры длины это очень дорогостоящая оснастка. Вот когда заходите в ломбар, на нижней полке серебро, золото, платина и с самого верху самые дорогие наборы концовых мер длины. А все почему? Потому что точность изготовления посадочных размеров не превышает 5 микрон. Это 0,005 мм. Также с их помощью мы настраиваем нутромер и периодически проверяем мерительный инструмент. К набору концовых мер у нас есть набор принадлежностей для концовых мер. В мелкосерийном производстве такие наборы очень часто используются для замены калибра. Оно подходит как для замера внутренних диаметров, так и для замера наружного диаметра. И сейчас мы с вами перейдем к специализированному инструменту, а именно к калибрам. Здесь у нас представлен гладкий калибр пробка. Она используется для замера отверстий. У нас есть проход и непроход. Непроход всегда будет. Идите, подход. Пойдемте дальше. Еще у нас присутствует стол ОТК. Сука. Блин, гонит. Он, походу, в натуре с пиццом это делает. Данный стол. Данный стол от производителя Кингтони. В нем присутствуют различные ящики. Выставлен у нас он по уровню. Ну и вообще отличный стол как для ОТК. Также мы можем наблюдать на этом столе прибор для измерения биения в центрах. Проще говоря, это центрах. Давайте же рассмотрим, как оно работает вкратце. Допустим, у нас есть какой-то вал. В данном случае это вал лентопила, который вы также можете посмотреть в одном из наших роликов. Как мы его ремонтируем? Вставляем наш вал в центра. Берем индикаторную стойку с индикатором. И закрепляем его на наших центрах. Вот мы примерно попали. Выставляем ноль. Чуть-чуть дальше. Вот практически ноль. Вот наш ноль. И крутим наш вал. На данном примере мы можем увидеть биение в пределах 2,5 соток. Для вала лентопила довольно неплохой результат. Вот такой небольшой экстерн по нашему мерительному инструменту. Если вам понравилось данное видео, как всегда, комментируйте, ставьте лайки. Ну и не забывайте, мы ваш из этой группы. Так, вал забрал. Индикатор забрал. Ну, вроде все. Вроде ничего не забыл. Можно идти. Эй, парни. Ну да. Ну ладно, выпустите меня отсюда, давай.